всем привет давайте посмотрим что можно сделать еще дальше с этой моделью которую мы сделали скульптрис вот так все переключается вот такие у нас саптулы сделано полностью в скульптрис да чуть-чуть не козисто конечно но можно ее доделать в зебраш давайте посмотрим те как зебраш этой модели что-то можно сделать давайте поехали открываем зебраш вот я уже подготовил модель вот у нас включена сетка флур мы видим что модель у нас полностью отцентрована на ней вот у нас саптул добавлен наплечники вот как их теперь подвинуть вот этими кнопками вот три кнопки но скал и ротация вот мы нажимаем но зажимаем левую кнопку мыши и вытягиваем вверх вот тут эти вот кружки это вот деформация в бок ее уводит это вот уменьшать можно так нам надо ее поставить на место вот мы оставим на место вот так она у нас легла сейчас мы чуть-чуть подкорректируем вот все она на месте вот так она движется скайл кнопка вот это вот запоминайте вот скайл это на е нажимаете вот так она ее может уменьшать увеличивать объект так вот если за середину тяните она ее может деформировать так вот меньше больше делать ротация у нас крутит ее крутит вертит подгоняет тоже отцентруем ее по центру нажав shift и левую кнопку мыши задерживая давайте посмотрим как можно этой модели вставить глаза чтобы вставить глаза нам нужна сфера вот эта сфера у меня их тут уже много нажимаем на окошко выбираем вот эту сферу она появится тут все теперь мы заходим в кнопку append и вот они у нас сфера уже тут есть давайте ее возьмем вот она у меня уже уменьшена давайте перенесем выделим sub tool на него нажмем отключим отключим симметрию x и перенесем сюда сфера у вас будет больше кнопкой мы ее уменьшаем скайл держим вот за низ и ведем вниз она увеличивается ведем вверх она уменьшается подгоняем ее до нужных нам размеров нажимаем нажимаем опять move ставим ее в объект чтоб нам видеть как она легла нажимаем кнопку активация edit аппетит прошу извинения за английский она находится вот здесь у меня вот запоминайте зрительно и вот так мы ее можем корректировать так можем вытягивать туда сюда водить посадим ее в глазное яблоко теперь посмотрим как она выглядит нажмем drive и теперь жмем вот эту кнопку the plugin находим sub tool master нажимаем 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 на кнопку вот эту sub tool у нас высвечиваются вот такие возможности что можно делать с моделью нам нужен мир нажимаем мир вот он показывает что они будут рядом по оси x все нас это устраивает нажимаем ok и вот у нас вставляется глаз появляется вот такой у нас sub tool вот такой sub tool у нас получается все теперь глаза у нас есть видите что модель стала лучше можно конечно и на как кистью стандартная вот это все нарисовать глаз но он будет не так выглядеть возможно хотя все можно и так сделать но вот это хороший момент и вот это теперь мы можем объединить вот эти все sub tool в одну модель и будет у нас космонавт с глазами запомнили пробуйте делайте вот такие у нас sub tool как посмотреть сетку вот эти вот кнопка трансформация вот у нас здесь симметрия x y z ротация вот здесь у нас еще есть много функций вот прозрачность она кстати тут есть вынесена на панель вот такие у нас драйв поли полидэнсинг вот так у нас модель выглядит передвигать модель и увеличивать передвигать это alt и левая кнопка мыши зажатая потом вы alt бросаете и мышкой ведете вперед назад она уменьшается увеличивается вот кнопка frame по центру делает ее модель если вдруг вам надо чтоб ее не выкручивать ничего ну вот что у меня получилось смотрите правильно неправильно опять же я самоучка смотрите еще другие видео может там что-то покажут более как быстрее сделать проще всем до свидания подписывайтесь на канал буду снимать еще видео экспериментировать со скульптрисом очень хотелось бы вас заинтересовать в этой программе она мне очень нравится у нее возможности еще есть буду их пробовать что она может на износ ее буду гонять до свидания